Привет, привет! Ты заглянул на мой канал, значит будем варить мыло. Поехали! Сегодня мыло у нас с вами будет такое вкусненькое, называется рассольное. Чем отличается мыло рассольное от солевого? Солевое мыло делают, в него добавляют соль. То есть соль вовнутрь, в разных пропорциях до 100% от веса масел. Его еще называют соленое, солевое, солью. А рассольное, это мы будем с вами варить на соленой воде. У меня вот такая баночка, 200 граммовая баночка. Я насыпала 2 столовые ложки соли, простая пищевая соль. Можно морскую соль, можно английскую, какая у вас есть. Вода у меня взяла соль. Тут вот у меня еще осталась соль нерастворенная. Мы ее добавлять не будем. Тут у меня кислоты уже добавлены. Взвешиваем с вами рассол, солевой рассол. У меня сегодня хорошее настроение, поэтому я вам расскажу, на каком рецепте я варю воду. Я только буду говорить в процентах, ладно? А вы уже сами в калькулятор вобьете и выведите оттуда рецепт. Так, кислоты мы добавляем молочную, молочную, лимонную по 2%. Вода у нас 25%. Так, убираем. Тут у меня еще осталось, но она мне больше не нужна, и я ее вывью. Так, весы убираем, они нам тоже уже не нужны, потому что масла я взвесила. Так, вот у нас тут кислоты и соленая вода. Сейчас мы будем добавлять с вами щелочь. Одеваем масочку. Так как добавлены лимонная кислота, немножко будет шипеть. Так как у нас с вами соленая вода, щелочной раствор у нас с вами будет белый. Я использую свой любимый рецепт. Вот, уже зашипела. Вот, видите, пары идут. Вот из-за этих паров мы защищаем слизистую. Не забываем открывать окошки. Включать вентиляцию. Рецепт мой самый любимый, самый ходовой. Это 30-30-40. То есть пальма, кокос и кукуруза. Из-за того, что солевой все равно мыло как бы солью, я пережир сделала 9. Так, как обычно, у меня твердые масла отдельно, жидкое масло отдельно. Пальма 30, кокос 30. Вместо жидкое масло у меня идет кукурузное. Так, наливаем щелочной раствор через сисечку. Вот, видите, какой он беленький. Это из-за соли. Еще мы с вами немножко будем добавлять голубую глину. Прям немножко для декора. Заливать такое мыло лучше в штучные формы. Формочки покажу позже. Ароматизировать мы мыло будем с вами эфирным маслом сандала. Сейчас я открою отсюда пипочку. Потому что неудобно будет наливать. Будем использовать с вами целый флакончик. Пока наши масла растворяются, я пойду помою емкость от щелочного раствора. Так, я вернулась. Все. Разводим щелочной раствор. Глина будет у нас с вами вот такая вот. Ну и добавим просто для цвета. Немножечко отольем и покрасим. Вот какое у нас беленькое мыло будет. Просто я хочу беленькое такое мыльце. Мне в последнее время очень нравится все натуральное. Только инфузы делаю и глины добавляю. Ну вот как-то мне хочется. Иногда, конечно, хочется прям много-много чего-нибудь цветного. Ну а так, я спрашивала своих клиентов. Мне сказали, что им нравится все натуральное. Натуральное. Поэтому я как бы придерживаюсь их мнения. Так, ну. Растворяем масла. Твердые масла практически у нас разошлись. Здесь вливаем жидкие масла. При такой технике, кто меня только начал смотреть, потому что у меня много новых подписчиков, Такой техникой работают зарубежные мыловары. Вот я у них углядела такой способ. Раньше я как бы просто пробовала. Получится, не получится. А сейчас я окончательно перешла именно на такой способ. При таком способе термометр не нужен. И мыло готовится намного быстрее. Так, наши маслечки дружат. Все уже разошлось. Давайте поблендерим. Главное, массу нашу промешать хорошо. Никуда не торопимся. Так, добавляем наше эфирное масло. У меня на 500 грамм масел я добавлю весь флакончик. Очень интересный такой аромат сандау. Очень интересный такой аромат сандау. Нам надо довести до легкого следа. Так, немножечко мы отольем стаканчик, где было у нас немножко, где было у нас жидкое масло. И сюда мы добавим голубую глину. На глаз. Так, добавила глина. Аккуратненько. Все. Все крупиночки растворяем. Можно поблендерить. Сейчас я еще поблендерю. У нас получилось две массы. Светлая и темненькая. Так, сейчас мы еще поблендерим. Чтобы маленько след у нас был с вами погуще. Массы немного, поэтому аккуратненько делайте. Если будете с глиной делать, чтобы блендер у вас не брызгал в разные стороны. Для этого одеваю тачки. Так, разливать мы будем штучные формочки. Такие я достала формочки. У меня вот кругленькие есть. И квадратные взяла. Я хочу залить в круглые. Если масса останется, мы зальем с вами в квадратненькие. Так, наливаем помаленьку цветной цвет. Ну, конечно, на глаз. И почти до конца заливаем основной цвет. Так, берем кисточку синтетическую. и так как там рисуночки, аккуратненько так размешиваем, чтобы во все рисуночки у нас попало мыло. Как можете, так и размешивайте. Как раз у нас там масса с глиной смешается с белым мылом. Так, теперь мы немножко наливаем цветной массы. Мы просто будем рисуночек делать. И можно этой же кисточкой, можно палочкой. Ну, так вот хаотично рисуем рисунок. Никита проверил банковские выпивки Дятлова и Светланы. И оказалось, что три недели назад Светлана обращалась в частную клинику и давала кровь на Светланы. Вот. Вот так вот у нас вышло. А теперь все, что осталось, мы выливаем вот в эти вот квадратненькие формочки. Мыло это застывает быстро. Ой, неправильно сказала. Оно застывает твердое становится, поэтому желательно его делать в штучной формочке. Так. Тут мы также хаотично наливаем. Ну, сколько тут? Наверное, на три мыла получится. Не до конца. Ничего. Моя, я не видел. Сиди, как султан, в своем крестве. У меня есть фон, как вывести тепло, оно и через... одно мыло у нас будет с вами прям цветное-цветное. хаотично. Что происходит? Вот. Так. Также берем палочку, кисточку и так же хаотично размешиваем рисунок внутри, чтобы во все ячейки у нас попало наше мыло. так, и делаем небольшой рисуночек. Ну, тут, конечно, мы все остаточки выливаем. Можно без глины варить. Просто однотонное мыло сделать. Так. Берем кисточку и рисуем. вообще сшибает все громоза вах. Я потом, в общем, потеряла контроль и он просто вот поле вот это не все. Тут просто имитируем. Я даже кровь и анализ дала. Ну, он сказал, вот ты переспала, я, естественно, обиделась, я на эмоции не порвала. Вот. Как-то так. все. Сейчас я ставлю в духовку гелить и как все у нас будет готово, я к вам вернусь и мы с вами вытащим наше красивое мыло. Прошло 12 часов. Вот. Посмотрите, что получилось. Я попробовала. Рисунок весь отпечатывается. все хорошо. Здесь тоже все хорошо вышло. Ну, вот сейчас мы с вами вытащим вместе. Отсоединяем краешки, чтобы попал у нас воздух и аккуратненько вытаскиваем. Штампик я здесь не стала ставить, пусть будет рисуночек. аккуратненько. Аккуратненько. Вот, посмотрите, мыло во все ячейки у нас попало. Все хорошо, все красиво. И тут такой рисуночек красивый, и сзади тоже все красиво. Какие веселенькие. Веселенькие мыльцы вышли. хорошо. здесь можно кончики обработать можно оставить так но мне нравится красивая мыло вышло тоже отсоединим все красиво отпечаталась можно даже мылу подождать можно сутки если вы боитесь что у вас там рисуночек останется внутри подождите еще сутки какие у нас с вами вышли красивые мыльцы рассольные так аромат аромат да есть поближе покажу вам как будет приятно мыться таким мылом да красивые каждый кусочек по-своему красив его и держать в руке удобно ну вы можете сами любые формочки сделать желательно в штучные если в нарезку то в нарезку нужно 1 наверное часа через четыре через шесть резать красивые мыльца ну все всем спасибо за просмотр до скорых встреч пока пока варите мыло варите мыло